Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! Далее коротко о главном. Совместный проект «Черное золото» и «Победная весна». Ветераны Великой Отечественной получат единовременную материальную помощь к 9 мая, когда начнутся выплаты. Время возможностей. Бобруйск посетил вице-премьер Беларуси. Надо более активнее зарабатывать менеджменту соответствующего этого комплекса. Какие пункты в рабочем визите? Но на третий день воскрес из мертвых православные отмечают Пасху. Христос воскресе. Какова цена победы жизни над смертью? В поисках мира Красный Крест продолжает оказывать помощь украинским беженцам. Продготовить набор нам дали, много вещей. Как внести свою лепту? Песня «Солдатская моя». На главной сцене города прошел концерт, посвященный 77-летию Великой Победы. Конечно, оркестр МВД – это шедевр. Как это было? Мировой голод, засушливый климат и народное гуляние. После двухлетнего перерыва в Рио вернулся карнавал. Кто посетил самый известный фестиваль? От экономических показателей до сферы здравоохранения. Бобруйск с рабочим визитом посетил вице-премьер Беларуси. Игорь Петришенко познакомился со спортивной и социальной инфраструктурой города. В списке «Славянка», «Красный пищевик», 84-й детский сад, 3-я гимназия и больница имени Марзона. Обо всем по порядку далее. Свой визит в Бобрусь Игорь Петришенко начинает с «Красного пищевика». Кондитерская фабрика – флагман отечественной пищевой промышленности. В экспортной корзине около 20 стран. От России до Канады – первые в списке цех по производству зефира. Этот продукт самый популярный в линейке предприятия. Вице-примеру показывают весь технологический процесс. Только зефиром ассортимент не ограничивается. Здесь также выпускают халву, мармелад, мед, дрожжи и рис-конфеты. В условиях санкции «Красный пищевик» открывает для себя новые рынки сбыта. От пищевой промышленности к легкой. Следующая остановка в рабочем визите – фабрика «Славянка». Бобруський бренд, который одевает уже не одно поколение горожан. Игорь Петришенко презентуют новые модели школьной одежды. Выполнены они из трикотажа. Главный козырь предприятия – соотношение цены и качества. 7 апреля в Национальном центре красоты в Минске проходила выставка, демонстрация новых моделей школьной одежды. Там были различные производители и торгующие организации. Все оценили по достоинству и присудили первые места в основном нашему предприятию. Мы сейчас ждем конкретных заявок уже с учетом наступающего школьного сезона. Знакомиться вице-премьер и с образовательной системой города. В качестве примера – третья гимназия. Гость заглянул на открытый урок в стем-класс и оценил спортивную базу учреждения. Тему спорта продолжают обсуждать уже в Бобруискорении – одной из самых крупных ледовых площадок в стране. Заходят тема и об отстранении белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. Игорь Петришенко заявляет, «Государство будет парировать недружественные шаги различных федераций и отстаивать интересы наших атлетов». Мы говорим о том, что надо более активнее зарабатывать менеджменту соответствующего этого комплекса в небюджетную составляющую, для того, чтобы мы могли часть денежных средств, которые тратит местный бюджет на содержание вот этой крупной инфраструктуры, мы могли направить на решение других социальных проектов, в которых нуждается город Бобруиск – это и образование, и медицина. Как раз с Бобруиской медициной вице-премьер знакомится в ангиографическом комплексе больницы имени Марзона. Последней остановкой в визите становится 84-й детский сад. Рассчитан он на 240 мест. Общая площадь – более 2000 квадратных метров. Игорь Петришенко заглядывает в комнату для секций, бассейн, музыкальный, гимнастический и спортивный залы. В год исторической памяти празднования Дня Победы также стали темами визита. В частности, вице-премьер проанонсировал, как страна встретит 9 мая. Запланированы шествия, возложения, посещения мемориальных комплексов. Завершением станет галоконцерт в Минске на Площади Победы. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Многоразовая сумка, нефтяные залежи и победный состав. Началась подготовка белорусско-российского проекта «Поезд памяти. Когда старт?» Громкие заголовки недели – далее в специальном обзоре. Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной, обладатели военных наград, узники, концлагерей и некоторые другие категории граждан получат единовременную материальную помощь. Максимальная сумма – 1800 рублей. Выплаты будут производиться с 25 апреля по 6 мая. В Беларуси открыты новые нефтяные залежи. По оценке геологов, ресурсная база углеводородов в нескольких зонах Припятского прогиба в сумме превышает 6 миллионов тонн. Речь про Брагинский, Хойницкий, Речицкий и Жлобинский районы. В 2021-м Беларусь нефть вела добычу черного золота и газа на 64 месторождениях. Минприроды и Белкоопсоюз заключили соглашение о сотрудничестве по снижению использования неразлагающихся пакетов и контейнеров. Заменить их предлагают экобезопасные тары и стекла, бумаги и ткани. Важная роль отводится торговым сетям. Они формируют спрос на упаковку поставщиков и потребителей. Началась подготовка белорусско-российского проекта «Поезд памяти». Масштаб внушительный. Более двух сотен активистов из союзного государства отправятся в двухнедельное путешествие по обеим странам. Остановки в 14 городах. Старт в Бресте в ночь на 22 июня. Белорусов ждут длинные выходные. Нерабочими будут 30 апреля и 1, 2, 3 мая. Однако за понедельник придется потрудиться в субботу 14 числа. Кроме того, с 7 по 9 объявлен еще один дополнительный уикенд. Организации, в зависимости от специфики, могут переносить рабочие дни в другом порядке. Христос воскрес! Православные отмечают самый важный праздник в году – Пасху. Пока одни суетились на кухне, другие приводили в порядок мысли и жизнь. В чистый четверг верующие вспоминали о страданиях Спасителя. Согласно Евангелию, в этот день состоялась Тайная вечеря. Иисус омыл ноги своим ученикам, помолился в Гефсиманском саду и был предан Иудой. Затем предшествовала Великая Пятница – время осуждения и публичного распятия Христа на Голгофе. Накануне Светлого дня, в субботу, весь мир уже предвкушал воскресение Христова. По традиции – последнее приготовление. Бабручане посетили церковь, благословили пищу. Очереди выстроились около всех храмов. Христос воскресе! Этими священными словами, дорогие братья и сестры, церковь торжественно свидетельствует о великом событии воскресения Христова. Мы приветствуем друг друга уверением, что Христос воскрес, и взаимно исповедуем, что Он воистину воскрес. Мы наслаждаемся радостью победы жизни над смертью и приобщаемся к вечной жизни. Апостолы пронесли весть о воскресении во все концы земли. В каждой части земного шара росла и ширилась Церковь Христова. Многомиллионная, многонациональная. В этом году и мы отмечаем тысяча тридцатилетия христианства на белорусской земле. И ныне люди слушают Слово Божие, верят Богу и исповедуют Его. В нем видят свое воскресение. На легенде не построишь того, что живет тысячелетиями, за что люди платили дорогой ценой. Сонмы мучеников шли на смерть ради и во имя того, кто победил смерть. Сонмы святых избирали путь подвига святости и правды. Сколько в истории человечества лучших порывов, талантов и способностей посвящено Христу и Его воскресению. В музыке, в искусстве, науке, поэзии, литературе во всем, чем богата человеческая жизнь. Лучшее приносилось и отдавалось в Его славу. Вся наша белорусская культура и история пронизаны Им, Его воскресением, Его божественным учением. Сегодня в единстве мыслей и чувств, едиными устами и единым сердцем мы славим Его воскресение. Верим Ему, живем Им, соизмеряя свою жизнь с Евангелием. Да просветит нас свет Христового воскресения и да даст нам Бог мир, любовь, обновление и радость. С праздником праздников и торжеством из торжеств. Пасхальная служба началась в полночь субботы на воскресенье. Вся она – торжественный гимн примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Сотни жителей города со своими семьями посетили храмы этой ночью, а уже после – праздничный стол. Главные атрибуты – крашеные яйца, кулич и творожная Пасха. Чужая беда, как своя. Беларусь продолжает оказывать помощь беженцам. В пунктах Красного Креста нуждающимся предоставляют одежду, обувь, средства личной гигиены, продуктовые наборы и кухонные принадлежности. Тем, кто планирует здесь остаться, надолго содействуют с трудоустройством и поиском жилья. Продготовят набор нам далее. Много вещей, очень много можно выбрать, разные от детского до взрослых. Я надеюсь, что все здесь получится. И вообще я рассчитываю здесь остаться, если честно сказать. Мне очень нравится город Бобруйск. Это великолепный, чистый. Это просто я без ума. Сбор средств для оказания помощи гражданам из Украины продолжается. И мы готовы принять помощь от населения, от учреждений, от предприятий нашего города. Потребную информацию можно узнать на сайте госполкома, либо по номерам телефонов, которые вы видите на экранах. Вещи принимают по адресу социалистическая 76. Любить или воспитывать в Бобруйске прошло городское родительское собрание. На вопрос ответили представители УВД, МЧС и прокуратуры. Акцент на ответственном поведении и успешной социализации ребенка. Каждый третий преступлений среди несовершеннолетних – хулиганство. О трудном возрасте. Карина Гуревич. Успешное будущее нации во многом зависит от молодого поколения, которое растет в любви и безопасности. А обеспечивать детям комфортную жизнь и способствовать их социализации – в первую очередь забота взрослых. Именно об этом шла речь на городском родительском собрании. Тема важная, актуальная, особенно в преддверии летней оздоровительной кампании. В городском родительском собрании принимали участие представители органов внутренних дел, учреждения здравоохранения, Бобруйского гороиздела по чрезвычайным ситуациям, Бобруйской городской организации «Освод». Всего в зале присутствовало более 130 родителей. Тематические игры и уроки – отличный способ просто и понятно донести детям правила безопасности. В Центре ДОП образования для родителей организовали интерактивную выставку. Показали, как приучить малыша очистить зубы и мыть руки, соблюдать ПДД и не играть с огнем. Дали и несколько полезных советов. Не оставлять детей одних без присмотра. Если малолетние дети – однозначно. На детской площадке, в песочнице играют, или на каком-то небольшом водоеме – всегда должны быть под присмотром. Если же взрослые, то до этого нужно было научить детей, все-таки как вести себя в определенных ситуациях. С подростками проблема куда острее. Отсутствие родительского внимания и сомнительные компании приводят к печальным последствиям. Один маленький на первый взгляд проступок оставляет большой след на всю жизнь. За 2021-й в Бобруске зарегистрировано 23 преступления с участием несовершеннолетних. Каждое третье – хулиганство. Но наиболее актуальная проблема сейчас – распространение наркотиков. В первую очередь, нужно разговаривать со своими детьми, интересоваться, что у них происходит в жизни, в школе, что им интересно, чем они увлекаются. Не весь контент, который можно найти в интернете, подходит для детей и подростков. Ни сайты, ни соцсети не несут опасности сами по себе. Однако родители не могут знать наверняка, кто находится по ту сторону экрана и какую цель преследует. Загляните в телефон и проверьте, нет ли там сомнительных переписок или приложений. Также можно установить безопасную программу, чтобы контролировать контент и знать, чем занимается ваш ребенок. Здесь и сейчас. Зачастую именно таким принципом руководствуется молодежь. А это – настоящая находка для дилеров. Пример тому – последнее громкое дело об обрусских трафаретчиках, которые успели наследить по всей стране. Все началось с объявки. Легкие деньги в популярной соцсети. Надо всего-то наносить надписи с рекламой на фасады зданий. Работа не пыльная и заработок для 22-летнего неплохой. Но только на первый взгляд. Максимальное наказание в этом случае – до двух лет лишения свободы. Что вам предложили? Предложили легкий заработок. Да, на заработок легкий. Легкий, но пресчет за собой очень плохие последствия. Доверительные отношения – первое правило для каждого родителя. Дети, как пластилин, легко поддаются внешнему воздействию. Чьи советы и помощь будут влиять на их жизнь – решать вам. Карина Гуревич, Станислав Чечерин. Итоги недели. Довоенный вальс. В Бобруйске прошел концерт заслуженных коллективов внутренних войск МВД. В программе народные хиты в современном звучании. Песня «Солдатская моя», «Калинка», «Сады цветут», «Беларусь – это мы». Тематика композиции выбрана не случайно. Концерт посвящен году исторической памяти и 77-летию Великой Победы. В репертуаре 16 номеров. Здесь же кавер-версия популярной кукушки. Мы сами режиссируем свои концерты и стараемся, чтобы была динамика, чтобы, так сказать, охватить все. И, говоря простым таким языком, чтобы все-таки каждого человека, от ветерана до молодых ребят, это что-то шевельнулось внутри. Гастрольный тур заслуженных коллективов продолжается. Бобруйск в списке третий по счету. Музыканты планируют посетить все областные города Беларуси. От Пчелиного царства до Сырной долины. Корреспонденты Бобруйск-360 отправились в пресс-тур по Приднепровскому краю. В год исторической памяти внутреннему туризму особое внимание. В восточном регионе есть на что посмотреть. Десятки агроусадеб, памятники архитектуры и природные источники. Продолжит Семау Максим Кембель. Славгородский район, деревня Лесная. Этот населенный пункт известен еще с 17 века. Но настоящую славу приобрел в 18-м, 28 сентября 1708-го. На этом месте русские разбили шведов, шла Северная война. После Петр Первый скажет, битва на белорусской земле стала матерью Полтавской победы. Сейчас о тех событиях напоминают памятники и музей. Отлитый из бронзы орел, символ победы русских войск над шведскими у деревни Лесной. Притемлился гордый хищник на этом месте в 1908-м. В своих когтях он держит лавровый венок и вражеское знамя. В том же году возвели храм в честь святых Петра и Павла. Выполнен он в псевдорусском стиле. Основной материал – камень. Сегодня все объекты объединены в мемориальный комплекс. Ежегодно его посещают несколько тысяч человек из стран СНГ и Европы. Здравствуйте, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на нашей агроусадьбе. Пчелиное царство. Я – королева пчела и трудиль. Это уже агрогородок Ржавка того же Славгородского района. И тут в прямом смысле медом намазано. Хозяева много лет производят полезный продукт. В 2017-м начали принимать гостей. В программе интерактивная экскурсия, апитерапия, то есть сон на ульях, мастер-класс по изготовлению свечей из овощины и многое другое. В 2021-м здесь приняли больше двух тысяч человек. Надо любить то дело, которым ты занимаешься. Понимаете? Если ты не будешь это любить и не будешь вкладывать в это душу, то смысла нет. Если просто ты будешь за какую-то прибыль. Если мы и получаем какие-то деньги, мы все еще дальше вкладываем. Мы, ну, то надо купить, это надо строить. То есть мы все вкладываем еще в свое дело. Еще один пример успешного вложения средств и сил – агросадьба «Сырная долина». Молочный продукт местных умельцев любят и знают в Беларуси, России, Азербайджане, Нидерландах, Франции. Секрет вкуса прост – только натуральные ингредиенты. И все-таки главная жемчужина Славгородского района – голубая краница. Памятник природы. Он считается самым большим источником в Восточной Европе. Голубая краница – место, овеянной легендой. Существует поверье, что если трижды перейтируют чей туда-обратно, то можно приобрести крепкое здоровье и благодать. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч людей. Могилевская область – это не только агросадьбы, природные источники, еще и памятники архитектуры. Один из самых известных – дворцово-парковый комплекс в Жиличах, что в Кировском районе. Ансамбль возвели в 19 веке. Он – ценность международного уровня. Сейчас здесь ведутся реставрационные работы. Возвращают интерьер в первозданный вид. Покраска лепнины, стен, укладка паркета. Все это происходит полностью за государственный счет. То есть на 50% областной, на 50% республиканский бюджет. Объект включен в государственную инвестиционную программу. Конечно, были и спонсоры. В свое время Бабушкина Крынка довольно крупную сумму денег выделила. Пусть сейчас Белогропромбанк тоже помогал. Но, конечно, основная масса – это бюджетные средства. Порядка 17 миллионов рублей уже в этот объект бюджетных средств было вложено. В год исторической памяти особое внимание событиям Великой Отечественной – деревни Бурки. Эту трагедию называют старшей сестрой Хатыни. 15 июня 1942-го. На этом месте оккупанты за один день расстреляли и сожгли больше 2000 человек. В 2020-м здесь открылся мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области. В начале мемориального комплекса композиция «Беларусь, скорбящая мать». Фигура, застывшая в пустой колыбели женщины, лишенной нацистами детей и будущего. Преступление в Бурках стало одной самой крупной карательной операцией фашистов в годы Великой Отечественной войны. Вторая композиция «Пламя» – образ разъяренной стихии, в которой оказались живые люди, фигуры мечущихся в огне жертв. Третья – колодец, место траура и памяти о замученных детях, заживо брошенных в ямы. В конце этой импровизированной улицы установлен камень с посланием к потомкам и посажем пар, олицетворяющий жизнь. Славгород, Борки, Жиличи – это всего лишь один из нескольких десятков туристических маршрутов Могилевской области. Сейчас фирмы готовы предложить различные туры. Активно продвигают родное и профсоюзы, помогают многим фермерским хозяйствам заявить о себе. С санкциями особо люди наши далеко никуда не поедут, закрыты там страны некоторые, боязно и опасно. Я думаю, что у Республики Беларуси есть что посмотреть, в том числе на Могилевшине. Мы будем, конечно, пропагандировать в первую очередь. Это наши родные просторы. Внутреннему туризму в нашей стране уделяют огромное внимание, начиная от законодательства, заканчивая финансированием различных проектов. Ведь что может быть благородней, чем прославлять родную землю? Беларуси есть что показать и чем удивить. Максим Кембель, Максим Галенко. Итоги недели. Смертельный огонь, затонувший танкер и экономный план. Чили вынуждена приспосабливаться к полупустынному климату. Какие меры принимает власть? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Мировые цены на продовольствие бьют рекорды. По оценкам ООН, с голода может столкнуться пятая часть человечества. В Великобритании фермеры потребовали увеличить закупочную стоимость на яйца вдвое. Иначе производство станет убыточным. А жители Греции жалуются, что традиционный пасхальный стол подорожал на 9%. По меньшей мере, 7 человек погибли при пожаре в Институте войск воздушно-космической обороны в Твери. Еще 25 пострадали. Площадь возгорания – 2500 квадратных метров. Одна из возможных причин – проблемы с электропроводкой. К месту происшествия направили 69 единиц техники и 240 специалистов. Для тушения задействовали и вертолет МЧС. Столица Чили вынуждена приспосабливаться к полупустынному климату. По данным Метеорологического управления, зима прошлого года стала самой засушливой с начала века. Дефицит осадков – 71%. Местные власти объявили о многоступенчатом плане экономии – от снижения водонапора до его полного отключения на сутки. У берегов Туниса из-за шторма затонул танкер. Внутри находилось 750 тонн дизеля. К счастью, утечки не произошло. Весь экипаж, а это 7 человек, эвакуировали. Все топливо откачали. Местные рыбаки опасались ухудшения экологической ситуации. Воды залива уже загрязнены отходами фосфорно-кислотного производства. Самый известный в мире карнавал вернулся в Рио. Тысячи людей заполонили улицы и площади города. Два года праздник отменяли из-за пандемии. В этот раз власти не разрешили народные гуляния. Но мэр дал понять, что полиция не станет мешать жителям и туристам. Только в 2020-м за 10 дней Бразилию посетили 7 миллионов человек. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин